друзья всем привет сегодня у нас в обзоре проект intervalue и немножко глубже изучим и проведем аналитику данного проекта во первых что такое intervalue это очередной блокчейн 4.0 с фантастической скоростью что касается прототипа есть версия testnet 1.0 в принципе ее выкатили разработчики на своем сайте и как бы ее можно скачать на android apple windows mac либо linux и протестировать что касается второй версии то она в данный момент закрыта и и релист обещают что будет готов к концу данного месяца и есть уже представленный кодной хаби у разработчиков принципе свежие профили и минимальная активность за последние пару лет как бы из команды они никаким образом не пересекаются вот такой вот момент если конкуренты у данного проекта наиболее близкий по структуре и технологии это хедера хаш граф буквально вчера сегодня закрыл свой этап гора и всего принципе неплохо собрали сколько человек команде 11 человек команды и 17 так называемых консультантов на самом деле число консультантов ну мягко говоря большое больше чем сама команда что именно они там будут консультировать и каким образом они вообще будут влиять на развитие данного проекта бывает большой вопрос на какой платформе будут токены на платформе и rc20 после запуска майонета и нативная монета будет называться импай что касается соц сетей тут на следующая ситуация в телеграме по состоянию на 17 08 число находится 51 1722 участника и в принципе данное количество людей было нагнано с помощью баунти то бишь это была раскрутка вот примеру если мы возьмем twitter то по состоянию на этот же день мы имеем и 200 почти читателей и конечно разница ну колоссальная очень большая расхождение просто сумасшедшие реально через помощью баунти был именно назван и вот таким вот образом осуществлен такой вот бум слишком явный перекос на самом деле и в принципе баунти продолжается на данный момент гитхабе 11 репозиториев и принципе идет активное обновление что касается партнеров проекта то тут у нас достаточно большое количество каких-то мало известных китайских фондов и даже сложно самом деле тут что-то конкретное выделить что касается вайт пайпера проекта то он написан достаточно в хорошем языке и перерыве вайт пайпере расписана команда помимо тех частей в принципе вот таким вот образом он выглядит достаточно адекватно по сравнению с тем какие бывают пайперы у проекта честно говоря ребята постарались что касается давайте перейдем уже ближе к дорожной карте и тут в принципе сейчас двигаются по нему и они в сроке выкатили первый тест нет как бы сейчас двигаться тому чтобы выходить и второй и включает конечно правда только его и в краткость но действительно очень короткий roadmap ну в принципе с другой стороны тем короче тем разработчики реально понимают что не могут сделать за определенный срок хорошо давайте наверно двигаться дальше что касается технологий то в основе платформы лежит структура которая называется хэш нет и данная структура основана на технологии дак хэш нет в интервале представляет собой двухуровневую сеть из хэш графов на ранней стадии проекта вместо хэш графом имплементирован обычный дат для теста и на верхнем уровне расположен хэш граф на нижнем подсети хэш графов которые объединяются через верхний уровень и на каждом уровне размещены разные типы нод у которых абсолютно разные задачи кроме того на верхнем уровне будет имплементирован консенсус признаюсь я так и не врубился зачем конкретно он имплементирован чем выделяются аттестационные ноды которые рандомно выбираются согласно алгоритму и что они удостоверяют админы в чате отказались ответить на эти вопросы опять же послал меня на страницу своего же white paper и по итогу мы имеем хэшнет который состоит из двух уровней на верхнем уровне находятся полные ноды и который верифицирует и удостоверяют всю сеть с помощью гости с протокол и bavrf на нижнем уровне есть множество шардов состоящих из точно таких же хэш графов которые обрабатывают и удостоверяют транзакции только для своей подсети кроме того проект решает следующие задачи это приватные транзакции с помощью зкп и кольцевых сигнатур усовершенствованные смарт-контракты построенные на базе собственной бем под названием моиск моисей причем поддерживается как и декларативные не тьюринговые так и расширенные полные тьюринговые контракты также хэш алгоритмы и сигнатурные алгоритмы для защиты от квантовых атак плюс добавок к этому мульти чейновые cross chain взаимодействия до через интервали можно будет обмениваться эфиром и битком без комиссии третьих лиц и конечно сложно довольно дать какую оценку данному проекту по поводу его работоспособности экосистемы в целом но на самом деле я примеру скептически настроен то что проект может выполнить все задачи которые они поставили перед собой принципе на этом у меня все на сегодня дальше в следующем обзоре давайте разберем немножко тему самой команды и подведем краткий итог всего выше сказано до встречи друзья увидимся всем пока